Здравствуйте, с вами психолог Александр Матяш и сегодня мы поговорим с вами о чувстве вины, о чувстве стыда и о том, какова же на самом деле разница между этими двумя в чем-то очень похожими а в чем-то, так можно сказать, что и прям противоположными между собой чувствами В интернете время от времени можно встретить мысль о том, что чувство вины предпочтительнее, чем чувство стыда потому что дискать чувство вины – это какое-то чувство ответственности за собственное поведение в той или иной ситуации а стыд – это чувство вины за то, кем мы являемся то есть, если буквально, то некоторые психологи говорят о том, что чувство вины означает мнение о том, что я сделал что-то плохое а чувство стыда означает, что я вроде как и есть плохой на самом деле все несколько не так между чувством вины и чувством стыда есть нечто общее и именно это общее представляет из себя, являет собой не что иное, как токсичную основу этих переживаний эта токсичная основа этих переживаний есть не что иное, как спазм ненависти к себе который в равной степени характерен как для чувства вины, так и для чувства стыда нам сказать, что в этом смысле достаточно часто путают такое понятие, как чувство ответственности или взятие на себя ответственности за те или иные аспекты своего поведения и чувство вины, переживание чувства вины за то, что ты делаешь поскольку у меня есть об этом отдельный ролик, то я не стану на этом особенно сильно распространяться а сосредоточимся на разнице между чувством вины и чувством стыда Чувство стыда представляет из себя не что иное, как социально обусловленную эмоцию и является одним из выражений, одним из, так сказать, филиалов социальной аддикции то есть зависимости от мнения окружающих людей Самым ёмким и самым точным образом чувство стыда выразил Александр Сергеевич во фразе «Ах, Боже мой, что скажет княгиня Мария Алексеевна» Здесь как раз представляется наиболее важным именно мнение этой самой Марии Алексеевны которая превосходит по своей значимости собственно мнение человека Поэтому достаточно часто человек может, например, испытывать стыд за такие поступки за которые он никакой вины не испытывает вообще Наиболее ярким и в каком-то смысле доходящим до абсурда подтверждением этого тезиса является так называемый испанский стыд То есть когда человек испытывает чувство стыда за другого человека Когда он в его присутствии ведёт себя на взгляд переживающего это чувство стыда не совсем подобающим образом При том, что этот испытывающий испанский стыд человек может не нести никакой ответственности и не испытывать никакой вины за поведение этого другого человека Будто его коллега или родственник, ребёнок или родитель и так далее, неважно Водораздел, по которому проходит разделение между чувством вины и чувством стыда Это как раз таки то, перед кем человек испытывает спазм недовольства собой Или в конечном счёте, если эти чувства очень острые, то спазм ненависти к самому себе В случае с чувством вины человек испытывает этот спазм ненависти к себе перед самим собой В случае чувства стыда человек испытывает такой же спазм перед теми, перед кем он, по своему мнению, выглядит не совсем безупречно Или ведёт себя каким-то неподобающим образом В этом смысле можно было бы сказать, что чувство вины является ничем иным, как разновидностью нашей совести которая как хомяк или спит, или грызёт Однако на самом деле совесть тут в некотором смысле даже и вовсе ни при чём Она может играть роль только некоего стимула, когда человеку не нравится то, что он делает Однако же с этим ощущением, что он сделал что-то не так Чувство вины, обладающее некоторой самостоятельностью и автономной функцией Очень быстро раздувает это недовольство до размеров сильнейшего самоукорения Доходящего до буквально спазма ненависти к самому себе Точно такое же самоукорение, однако же основанное на ощущении того, как сильно тебя осуждает Или насмехается над тобой, или осудили бы, если бы узнали Вызывает и спазм чувства стыда Таким образом, можно сказать, что чувство стыда более характерно для людей С большей степенью социальной зависимости И в большей степени считающих для себя авторитетом мнение окружающих о себе Чем своё собственное мнение Именно в этом смысле можно сказать, что чувство стыда гораздо более характерно для нарциссов Людей, страдающих нарциссическим расстройством личности А чувство вины, скорее, характерно для невротиков Озабоченных своей самооценкой и сильно страдающих от её недостаточности Таким образом, можно сказать, что чувство вины знакомо практически каждому любому человеку Ну, кроме, наверное, психопатов Тогда как чувство стыда, скорее, более характерно для людей, страдающих от повышенной социальной зависимости Есть ли что-то положительное в чувстве вины и в чувстве стыда? В каком-то очень-очень условном смысле слова можно сказать, что есть По крайней мере, чувство стыда зачастую может выступать неким ограничителем Предохраняющим людей от совсем уж шокирующих и эпатажных поступков Чувство вины тоже время от времени может носить относительный, повторюсь, весьма и весьма относительно Положительный характер Например, когда один человек именно из чувства вины делает какую-то уступку другому человеку Однако, по большому счету, следует оба чувства признать разрушительными и деструктивными По причине того, что и за первым, и за вторым чувством стоит не что иное, как отвержение самого себя О том, что между чувством вины и чувством ответственности не только нет ничего общего Но и более того, эти чувства прямо противоположные друг другу Я уже указывал в одном из своих предыдущих подкастов Что касается чувства стыда, то зачастую то осуждение, которое социально адектированный человек Приписывает окружающим, которого он боится и от которого он страдает В значительной степени носит надуманный и иллюзорный характер Именно за чувством стыда скрываются многочисленные социальные зажимы Конформизм, неспособность постоять за правду Готовность пожертвовать чувством собственного достоинства и другими своими глубокими интересами И таким образом можно сказать, что чувство стыда зачастую носит гораздо, значительно более разрушительный характер Чем о нем принято думать Ориентация на то, чтобы произвести впечатление – это прямой путь к чувству стыда Ориентация на собственное совершенство и безупречность – такой же прямой путь к чувству вины Оба пути объединяют то, что они в равной степени отходят Как от присутствия внутри себя, так и от контакта с самим собой Самое главное, что нужно понимать и про комплекс вины, и про комплекс стыда Так уже, наверное, можно его назвать Это то, что это вовсе не какие-то пассивные структуры Которые просто искажают поступающую информацию наподобие каких-то фильтров Они не занимаются просто искажением этой информации Их роль в психике человека носит гораздо, значительно более активный характер То есть, они именно активно ищут какие-то даже не причины, а поводы для того, чтобы реализоваться Комплекс вины не просто пассивно ждет, когда человек напортачит Когда его хозяин и его владелец где-то, так сказать, сделают что-то не то Нет, он занимает гораздо более активную позицию Он буквально ищет возможность сделать так, чтобы начать мучить своего хозяина и своего владельца То же самое можно сказать и про комплекс стыда В том случае, если таких поводов не находится Комплекс вины сам такой повод находит, придумывает И более того, он может даже каким-то образом провоцировать своего хозяина и своего владельца На то, чтобы тот совершил и осуществил какой-то поступок За который его потом можно будет начать грызть Точно так же и комплекс стыда Не занимается просто искажением интерпретации поступающих извне стимулов и сигналов Нет, он занимается активным, так сказать, творчеством в кавычках Поскольку это творчество носит глубоко разрушительный характер Он придумывает, приписывает осуждения в свою сторону Создает их на ровном месте И уверяет владельца своего хозяина в том, что они есть Даже там, где очень трудно найти повод для того, чтобы их увидеть В этом смысле можно сказать, что и комплекс вины, и комплекс стыда Это активные разрушительные структуры В каком-то смысле их можно уподобить внутренним психическим паразитам Которые управляют своим хозяином с целью высосать из него как можно больше энергии Выкачать его, опустошить, сделать его плоским и двумерным существом И поэтому для того, чтобы перестать испытывать на себе влияние и воздействие комплекса вины и комплекса стыда Недостаточно просто вести себя безупречно, как очень часто думают его жертвы Необходима активная работа с этими подсознательными структурами В противном случае вы рискуете навсегда стать его донорами, его жертвами И большая часть вашей психической энергии будет уходить на подпитку этих комплексов В виде напряжения, раздражения, огромного и бурного потока мыслей Посвященных конкретно именно этому вопросу И, в общем, вся ваша психика рискует превратиться в придаток этих комплексов Работающих только на их подпитку, разрастание и увеличение Если учесть, что обратной стороной комплекса вины является к тому же и агрессия То вы, добавок ко всему, рискуете получить огромное количество скрытой агрессии И превратиться в настоящего глубокого невротика Нуждающегося уже действительно в интенсивном лечении В заключение я хочу сказать, что 12 июня, 18.00 Я планирую провести на канале YouTube прямой эфир По вопросам своих подписчиков Я буду рад ответить на все ваши вопросы, которые вы мне зададите в прямом эфире С вами был психолог Александр Матяш Всего вам доброго и до следующих встреч Субтитры сделал DimaTorzok